На сегодняшний день самым экологичным, быстрым и качественным способом очищения металлоконструкции является обработка поверхности абразивными порошками на основе гранулированных шлаков – никель-шлаком и купер-шлаком. Проведем сравнение абразивных материалов ведущих производителей. Тестовые испытания по очистке листа из стали со степенью ржавости С будут производиться с помощью четырех видов абразивных материалов. Первым в аппарат абразивной очистки засыпаем никель-шлак производства компании «Промресурсэкология». Насыпная плотность абразива – 1,40 грамм на сантиметр кубический. Твердость гранул никель-шлака – 6 по шкале МООСа – обеспечивает не только глубокую очистку стали, но и низкий уровень запыленности в ходе обработки поверхности, что способствует удобству, безопасности и экологичности проведения абразивостроенных работ. Заканчивая обработку поверхности никель-шлаком компании «Промресурсэкология», можно сделать предварительный вывод о большем расходе абразива, так как 30 кг порошка оказалось недостаточно для завершения обработки поверхности. Следующим объектом испытаний станет никель-шлак от компании «Уралгрид». Насыпная плотность абразивного порошка влияет на скорость движения частиц. Плотность никель-шлака «Уралгрид» больше, чем у первого образца – 1,60 грамм на сантиметр кубический. Большая насыпная плотность позволяет увеличить скорость очистки. Ударяясь о поверхность стали, гранулы абразива откалывают от нее небольшие кусочки ржавчины, осуществляя при этом подрыв покрытия на прилегающем участке, что обеспечивает высокую скорость очистки. Благодаря высоким показателям динамической прочности, более 10 единиц, существенно снижается расход абразивного порошка и многократно повышается производительность процесса очистки. Закончив обработку выделенного металлического листа никель-шлаком «Уралгрид», констатируется остаток абразива в аппарате, что позволяет пескоструйщику начать обработку дополнительной площади. Подведем предварительные результаты испытаний абразивного порошка «Никель-шлак» производства компании «Промресурсэкология» и «Уралгрид». Оба объекта испытаний показали хорошие результаты по степени очистки и уровню запыленности поверхности. Однако у абразива производства «Промресурсэкология» шероховатость очищаемой поверхности выше из-за гранулометрического состава, в котором преобладают крупные частицы. Большая шероховатость ведет за собой в дальнейшем перерасход краски. Значительную разницу можно констатировать и по показателю расхода абразивного порошка. Лучший результат показал никель-шлак компании «Уралгрид». На очистку одного квадратного метра необходимо 24,8 килограмм порошка. Переходим к сравнительным испытаниям купершлака. Засыпаем в аппарат абразивостройной очистки купершлак производства Карабашского абразивного завода с насыпной плотностью 1,7 грамм на сантиметр кубический. Гранулы купершлака подвергаются дополнительной очистке от пыли и отличаются повышенной динамической прочностью. Не разбиваются при ударе об обрабатываемую поверхность. Эти свойства позволяют использовать купершлак даже при обработке небольших замкнутых пространств. Проведем сравнение первого образца с купершлаком производства компании «Уралгрид» с большей насыпной плотностью 1,74 грамм на сантиметр кубический. Высокая плотность и однородный фракционный состав купершлака помогают достичь равномерного профилирования поверхности, что благоприятно сказывается на адгезии. Высокие показатели динамической плотности, а также минимальный уровень влажности абразива позволяют экономить время при обработке поверхности, так как пескоструйщик не отвлекается на устранение заторов. Следует отметить, что 30 килограмм купершлака «Уралгрид» хватило на большую площадь обработки. Итак, рассмотрим результаты испытаний купершлака производства Карабашского абразивного завода и компании «Уралгрид». Степень очистки поверхности в обоих вариантах соответствует уровню СА 2,5. Очень тщательная пескоструйная обработка до получения визуально чистой стальной поверхности. После очистки поверхность имеет ровный металлический оттенок. Степень запыленности после струйной очистки, согласно эталонной таблице, не превышает третий класс, а шероховатость поверхности составляет 85-115 микрон. Основным отличием абразивов стал расход материала. Лидером вновь становится купершлак производства компании «Уралгрид». На обработку одного квадратного метра необходимо 31,3 килограмма абразива. В результате проведенных испытаний, сравнивая поверхности абразивов, мы пришли к следующим выводам. Все объекты испытаний показали хороший результат по основным критериям оценки очистки металлической поверхности. Однако, по показателю расхода абразивного порошка, необходимого на очистку одного квадратного метра поверхности, лучший результат показали. Никель-шлак компании «Уралгрид». Расход материала на 37% меньше, чем у никель-шлака производства «Промресурс-экология», и на 27% меньше, чем у купершлака Карабашского абразивного завода. Расход купершлака «Уралгрид» на 20,5% меньше, чем никель-шлака компании «Промресурс-экология», и на 8% меньше, чем у аналогичного материала Карабашского абразивного завода. Зафиксированные в ходе проведения сравнительных испытаний данные позволили определить, что обработка поверхности абразивным порошком компании «Уралгрид» более эффективна. Высокая результативность достигается в первую очередь за счет существенной экономии абразивного материала. По расходу никель-шлак и купершлак производства компании «Уралгрид» становятся безусловными лидерами. Немаловажен и показатель шероховатости поверхности. Меньшая шероховатость после струнной очистки гарантирует экономию краски при дальнейшей обработке поверхности. Результаты испытаний абразивов наглядно демонстрируют перспективы возможной экономии. Качественные абразивные порошки показывают высокие показатели, как во время очистки поверхности, так и при дальнейшей ее обработке.